В Тюмени стартовал городской летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Его торжественное открытие и первые виды программы принял легкоатлетический маниш. Вернувшийся в обиход россиян советский норматив с каждым годом охватывает все больше аудитории. Разберем на примере наших земляков, почему предложение рождает спрос. Провести свой законный выходной по личному желанию – право каждого. Однако сибиряки от мала до велика выбор делают не в пользу прозябания на диване, а отдают голос активной физкультуре. Из-под палки сюда гнать никого не надо, ведь развлекательная программа уже стала неотъемлемой частью для каждого горожанина. А потому для начала общую разминку, но при этом весьма зажигательную, провел фитнес-инструктор. Первыми к заданиям в манеже приступили школьники. Программа у них насыщеннее, чем предвыборная агитация. Юноши и девушки издали бег на короткую длину и дистанции, выполнили подтягивания, отжимания, прыжки в длину с места, упражнения на пресс, наклон вперед стоит с прямыми ногами на гимнастической скамье. И все это для того, чтобы подтвердить статус будущих дарований. Школьники – это уже другие нормативы, уровень совсем другой. У школьников действительно нормативы очень серьезные, но, наверное, это правильно, потому что ребята должны достаточно времени уделять не только учебе, но, наверное, своей физической подготовке, потому что это прежде всего здоровье, это прежде всего хорошее настроение, ну и, конечно, это дружба. Участие в фестивале смогут принять все желающие в шести возрастных группах. У детей это третья и четвертая ступени. Среди взрослых побороться за значок ГТО могут мужчины и женщины от 18 до 59 лет. Но свои дебютные награды за выполнение норм ГТО уже получили одни из самых юных жителей областной столицы – воспитанники местных детских садов. Мы или награждаем, или вручаем, или даем старт очередному фестивалю ГТО. И эти выходные, конечно, не исключение. Вчера у нас был старт фестиваля для студентов, которые боролись за путевку на Всероссийский фестиваль ГТО. Сегодня мы наградили совсем маленьких деток, вручили им пока что только медали, но я думаю, что через некоторое время мы будем вручать знаки отличий, потому что они не так давно старались, очень сильно старались, волновались, переживали на спортивных площадках. И сегодня они получали заслуженные награды. Кстати, о студентах. Очередным видом областной спартакиады вузов, посвященной памяти Валентина Зуева, стал комплекс ГТО, в процессе которого учащиеся выявляли сильнейших в 11 нормативах. Чемпионом стала сборная Тюмгу. Вторыми финишировали представители Тюменского индустриального университета. Бронзу взяли курсанты Твику имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова. Тюменский государственный университет классический, в структуре которого есть профильный институт физической культуры, что позволяет поддерживать уровень физической подготовленности не только студентов спорта высших достижений, но и тех студентов, которые ходят на занятия по дисциплине физической культуры. По сумме баллов, набранных участниками фестиваля, определились победители и призеры в личных зачетах. У сильного пола не было равных Павлу Яковлеву, а у прекрасного лучше всех справилась с нормативами студентка физкультурного института Юлия Сепчук. Пыталась выложиться на максимум, но были моменты, когда было трудно действительно что-то совмещать. То есть это было выполнение 10 нормативов в один день. Это для меня раньше казалось нереально. Но сейчас я просто в шоке. Самым сложным, наверное, изначально я боялась именно метания гранаты, что никогда не выходила. А тут просто побила свой личный рекорд, можно сказать, раза в два. И думаю, это связано с местом учебы, думаю, что развивают всестороннее развитие. Команда «Тюмгу» получила право представлять область на всероссийском этапе фестиваля ГТО, который пройдет в августе в Челябинске.